Валентин Григорьевич Дулуб То есть фактически при выполнении указа президента о приватизации, об ускоренной малой приватизации в Украине, все пошли по самому простому пути. На заседаниях исполкома утвердили списки объектов на приватизацию, на этом закончили. Мы же пошли действительно по законному, но довольно сложному пути. Мы решили подготовить комплексную программу приватизации. И эту программу утвердить не на исполкоме, а действительно пройти через сессию. Поэтому я обошел практически все комиссии. На всех комиссиях я послушал все замечания, все предложения, ответил на все вопросы. И таким образом, общаясь постоянно с депутатским корпусом, не только с трибуны сессии, а и непосредственно в комиссиях, в личных беседах, мы начали понимать друг друга, находить общий язык. И это потом вылилось в то, что я, в общем-то, если так посчитать, то за все время работы начальником представительства не было ни одной сессии городского совета, чтобы я не выступал на трибуне. И все вопросы, которые я выносил, все до единого сессии городского совета были приняты. Таких вопросов было где-то около 50. Но, безусловно, были и такие, так скажем, судьбоносные для приватизации вопросы, как приватизация нежилых помещений. То, чего нет вообще в Украине, нигде. Это есть только у нас. Опять-таки, это было непросто убедить депутатов в необходимости этого действия. Но мы действительно убедили, доказали, объяснили. И сейчас, в отличие от других городов Украины, в Харькове можно, в общем-то, приватизировать любое нежилое помещение, офис, магазин, подвал. То есть, в принципе, это. Затем создание фонда постприватизационной поддержки. Такого тоже не было и нет нигде, потому как пытались создать при фонде государственного имущества Украины такой инвестиционный фонд. Но его долго создавали, затем денег не нашли. То есть, тоже вопрос у них с повестки дня снят. Мы же, наоборот, создали, и он действует по сегодняшний день. Трудно было. Со второго раза мы его пропустили. Но вопрос решен. Точно так же и другие изменения, которые были внесены в программу приватизации. Дело в том, что мы же занимаемся не только приватизацией, а и арендой коммунальной собственности, ее отчуждением, точно так же, как и передачей в полное хозяйственное ведение. То есть, фактически, у нас в управлении находится все имущество Харьковского городского совета. Только за прошлый год от приватизации в городской бюджет поступило около 5 миллионов гривен. Кроме того, за счет фонда было завершено строительство дома для чернобыльцев, отселены жильцы рухнувшего дома на Нечеченской. И, конечно, особое внимание фонд уделяет сохранению исторических памятников Харькова, зданий, составляющих архитектурную гордость нашего города. Я вот сам лично две фирмы предлагал, которые собирались и готовы были, не покупая, а беря в аренду этот театр оперы и балета, восстановить его полностью и сделать прекрасный концертный зал. То есть, сделать тот театр, который должен быть новый, красивый, современный, с хорошим залом, с хорошими креслами, с различными, так скажем, развлекательными заведениями. Но, к сожалению, условия, которые выставлялись горосполкомом, этим фирмам были неприемлемы. Потому что они, в общем-то, так скажем, кабальные условия, и люди с ихними 10 миллионами долларов уехали из Харькова. Я уверен, что у нас много людей, которые сегодня готовы были бы оказать городу помощь. Но при этом, конечно, эти люди надеются и на какое-то взаимопонимание со стороны города. И когда город пытался бы найти, и горосполком пытался бы найти эти пути, эту ниточку взаимосвязи, я думаю, что очень многие объекты действительно можно было бы восстановить. И тот же зеркальный струй, и тот же театр Шевченко. Я считаю, это не вопрос. Даже после этой передачи, я уверен, что вам могут позвонить люди и скажут, да, мы готовы, но нам нужно было бы помочь там том-то, том-то. И они вам расскажут, что мы вот обратились когда-то там в горосполком, а у нас там год уже валяется наше заявление там о том-то, о том-то. И нам до сих пор его не рассмотрели. Пусть нам хотя бы ответ дадут, уже за это мы готовы будем отреставрировать. Это я вам честно говорю, как бывшие работники сполкома. Сегодня все мы, независимо от возраста, национальности, профессии, связываем надежды на лучшую жизнь с предстоящими выборами. И для нас, харьковчан, очень важно, чтобы люди, за которых мы отдаем свои голоса, никогда не забывали, что независимо от занимаемых постов, они всегда остаются жителями нашего славного города, гражданами первой столицы. Безусловно, может возникнуть вопрос, а вот чего-то Дулуп выдвинул свою кандидатуру на мэра. И что, в общем-то, Дулуп преследует, и что бы он хотел сделать, как будущий мэр, если его изберут. Конечно, я могу сразу сказать, что целью моей программы не являются некие революции, что-то тут в городе перевернуть, что-то такое переделать в корне. Но это как раз программа и направлена на стабильность. Стабильность в чем? И какая это стабильность? Ну, в первую очередь, чтобы люди стабильно получали заработную плату в бюджетной сфере, чтобы люди имели стабильное рабочее место, чтобы стабильно у людей каждый день текла вода в кране, чтобы было тепло, чтобы стабильно горел свет на улице, чтобы стабильно у нас велась борьба с преступностью, чтобы мы спокойно могли гулять по городу, чтобы действительно каждый день стабильно, опять-таки, вывозился мусор из города, чтобы регулярно ремонтировались дороги, потому что по сегодняшним тем же дорогам, по сегодняшним улицам ни ходить, ни ездить нельзя. Тот спектр людей, которые собираются баллотироваться в городской совет, в Верховный совет, говорит о том, что, в общем-то, должны прийти люди инициативные, довольно-таки, скажем, деятельные, с реформаторским складом ума, то есть люди, которые не согласны с тем, как сегодня живет город. И поэтому я думаю, что в первую очередь эти люди, и каждый из них думает о судьбе города, думает о том, чтобы он стал этот город лучше, и чтобы он действительно был от той первой столицы, именем которой называется «Ваша передача». Мне действительно и передача импонирует, и само то, что действительно Харьков был первой столицей. И раньше я знаю, что в бывшем Советском Союзе, когда ты называл, что ты из Харькова, Харьковчанин, это была чуть ли не национальность такая в Советском Союзе, Харьковчанин. Это, ну, выделялось даже по сравнению с другими городами. Такой чести никто не был удостоен. И очень хочется, чтобы это доброе имя Харькова восстановилось. И восстановилось именно в его делах, в его красоте, в красоте этого города. Редактор субтитров А.Семкин